Здравствуйте, в эфире программа «На виду». В этот раз мы в очередной раз записываем эту программу в гостях у человека, который сказал веское слово о создании морского оружия. У меня в гостях у академика Шамиля Алиева. Шамиль Гибатович, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодняшнюю программу, наверное, я бы хотел посвятить нескольким факторам, нескольким темам. Мы находимся в сложном рубеже. Наша страна находится на сложном рубеже. Это вызов, который брошен нам. Это практически навал всего коллективного Запада, так называемого. Это не объявленная, но фактически уже объявленная санкционная война и всего блока НАТО против нашей страны. И, конечно, тяжелая ситуация, которая сложилась на Украине, на территории Республики Донбасса, Луганска. Она, конечно, потребовала особых действий, особого решения, которое было принято нашим президентом. Прошли референдумы совсем недавно. Практически подавляющее большинство оно высказалось за воссоединение с Россией. Воссоединение, я говорю, поскольку это территории, которые исторически входили в Новороссию, и уходили в Российскую империю, и в данном случае, это, скажем так, исторический процесс, что они возвращаются в исконное место своего пребывания, конечно, есть проблемы. И вот одно из тех проблем, которые мы с этим сталкиваемся в последние годы, это вообще понятие патриотизма, патриотического воспитания. Учитывая то, что сейчас, это совсем по-другому воспринимается, это слово несет совсем более глубокий, яркий смысл. И вот объявлена не так давно мобилизация, частичная мобилизация, она, конечно, показывает, какое оно имеет значение в нынешний период. Есть откровенные малодушия, есть, естественно, шаги, которые мы и наблюдаем, эти факты бегства в некоторой части. Но есть, наоборот, более масштабная и более, наверное, такая картина, в которой мы наблюдаем, патриотического подъема. Это то, что мы с вами не раз обсуждали, то, что мы не раз говорили. И, конечно, в вашей тематике и в ваших выступлениях эта тема не раз была одной из основных. Конечно, это самая актуальная тема сегодня во всем мире. И вот сила государства заключается еще, кроме всего известного, еще в малоизвестном. Малоизвестном в том плане, что есть в Советском Союзе было и в России, и очень ярко она выражалась в Дагестане. Такой ресурс, патриотический ресурс, просветительский ресурс. Этот ресурс очень характерен для российского духа. В чем этот ресурс заключается? В первую очередь, сила государства и ресурсы определяется, конечно, военными училищами. И Суворовские, и Высшие, и училища по разным направлениям родов войск. Нахимовские. Да, Нахимовские. На меня очень сильное впечатление производят детские военные училища. Вот за прошедшие много лет наибольшее впечатление было, когда посещал Кронштадт. Оставил многие дела, мер Кронштадта, перед уходом с ним, там есть фотографии с ним, оставил все. Он говорит, детки получают военно-патриотическое и просветительское совместно. Вот они, если существуют раздельно, это немного не то. Это одно дополняется другим. Чисто патриотическое – это более характерно для чиновников. Для военных людей совершенно обязательным является слитность патриотического и просветительского. И даже я добавил бы туда военно-демократическое, военно-патриотическое и военно-просветительское. Они все вместе – это один сплав. Вот в этом сплаве ресурс государства, ее самый главный тыл. И в этом плане вот такая общая военная идеология, она состоит из внутреннего совершенства и внешнего оправдания. Внутреннее совершенство – это когда ты не так сильно заботишься, как ты выглядишь, заботишься, как надо тебе быть и кем надо быть. Внешнее оправдание – это когда ты выдаешь некие возможные варианты поведения для будущих поколений. И когда дети слушают, особенно в военных училищах, в кадетских корпусах, они немедленно понимают. Вот взрослый человек это говорит, то, что где-то в газете прошел, или он говорит то, что сумел он родить в муках. Они это чувствуют с помощью индукции, и появляются критерии того, что это ложится на плодородную почву, бесчисленным, в буквальном смысле бесчисленным количеством вопросов. В этом плане, я думаю, Россия опережает всех. Вот такой дух, особенно детский дух, я еще подчеркиваю. Все дальше и дальше. Я даже мог бы ставить это по накалу страстей выше, чем училища, где уже более образованные, более подготовленные люди. У меня был цикл лекций для высшего начальства генерального штаба по теории операции, когда начальником генштаба был Родионов. Я чувствовал там сразу ложиться все на плодородную почву. Это 90-е годы, естественно. То есть вот такое просветительско-патриотическое направление было всегда главное. И что интересно, в Дагестане это было наиболее ярко выражено во все годы. Все остальные регионы, понятное дело, так же, как мы заинтересованы. Но в Дагестане это было всегда по-особому. И это особенность заключается, чем больше в глубь веков уходит время сотрудничества с Ленинградом, а сейчас Петербургом, с Ленинграда приезжали на Дагдизель. Это вообще направление военно-патриотическое, просветительское появилось на Дагдизель. Не только появилось, но и созрело, стало признанной. Чем это определяется? Студенты МГУ там писали дипломные работы. МВТУ, Бауманский институт, Корабелка так вообще. Роль кораблестроительного университета, роль концерна подводного оружия, роль корпорации ракетно-тактической трудно вообще привлечить. Вот и сегодня я могу твердо, уверенно сказать, что они любят Дагестан. Они любят нас за внутренний патриотизм, который всегда на готове вскрыться. Дагдизель – это кузница подводного морского оружия, которая была сохранена и фактически в тяжелые годы 90-х, начало нулевых, и продолжает работать. Дагдизель оказал такое большое влияние на народное хозяйство республики все эти 50-60 лет. Конечно, сейчас некоторое тяжелое время, но я уверен, что тяжелое время пройдет. Почему? Потому что когда есть традиция, когда есть дух, все остальное обязательно придет. И я хочу сказать, это поразительное. В то время, будучи молодым человеком, я думал, так и должно быть. Приезжали достаточно взрослые в возрасте люди, тратили свое время, свое здоровье. Приезжали не за счет завода, сами за свой счет приезжали на Дагдизель, читать лекции по таким предметам, которые и сейчас являются. Вообще, есть такие задачи вечно молодые. Вечная молодость – это вообще особенность научной идеи. Любая идея имеет возраст, но у нее нет старости. Она всегда в полете. В этом плане, вот Корабелка и корпорация, концерн, они любят Дагестан. И есть за что любить. У нас дагестанский Туполев Оливердеев, тогда, когда мы работали совместно со всеми, почти со всеми военными организациями, он во голове с ним придумал такие кольца, они называются клинцанговые кольца, которые были предметом головной боли во всем мире. Он, Абакар Иврагимович и Левченко. Эти люди получили государственную премию. До сих пор это клинцанговые кольца. До сих пор есть такие направления, в которых верят Дагдизелю. Настолько разросла своенно-патриотическая и просветительская работа на Дагдизеле, и что стало необходимость, чтобы был центр стратегических исследований. И на всех уровнях, на всех уровнях, вплоть до царствования Магомедия Ивсуповича, постоянно здесь были секретные конференции, совершенно секретные конференции, открытие конференции. И всегда это сопровождало встречи с детьми. – Ну вот Магомед Ивсупович, это Ивсупов Магомед Ивсупович, первый секретарь административного обкома, с 1982 по 1992 год. – Да, да, да. Вот за это время, когда Магомед Ивсупович, это была очередная конференция, когда приехал сюда генеральный конструктор космодромов, была персонафицированная конференция, устроенная в знак признания работ, которые решаются, поставлены здесь, решены здесь, внедрены. И Магомед Ивсупович проявил к этому просто мощнейшее такое соучастие. И даже, как мне тогда не очень это казалось, с качественным элементом удивления, почему завод всегда находился под грифом «совсекретно», и поэтому он был, как мне кажется, счастлив. – Он многим помог, кстати, в развитии промышленности, гидроэнергетики, кстати, Роги Станович. – Он был один из самых таких спокойных, порядочных, осведомленных людей. Дело в том, что он один, мне кажется, из всех секретарей, обкомов Советского Союза, понял, что судороги Компартии начались. И это единственный человек, который прогнозировал, что это все уже балалайки остались одни. И ушел. – Спокойно? – Спокойно ушел. Ваш покорный слуга – не самый большой поклонник партии. Я потом и встречался с ним, и в Москве встречался. И так вот, человек такой, который с точки зрения экономики, он, я думаю, видел дальше всех. Поэтому он увидел, что… Я даже думаю, он по-своему увидел слова Сахарова. Сахарова вообще не был против Советского Союза. Он был против партии. Он считал, что и райисполком, и плановый, и все это нормально. Он не считал правильным, если секретари обкомов становятся руководителями науки, руководителями сельского хозяйства, занятой кукурузой или там еще чем-то. – К сожалению, волнован класса прав, как последствия оказалось, именно вот эти вот партийные бонзы и стали могильщиками Советского Союза. – Да, да, конечно. Дело в том, что… – Причем в том, что мы не совсем согласны, конечно, с политикой Сахарова, но тем не менее, в некоторых местах он был очень прав. – Конечно. Вот если партийных, ну, тогда грубо называли партийных недоумков, посылали укреплять Академию наук, и они укрепляли ее. – Чему это привело? – Да, чему это привело. Поэтому Дагестан занимает такое особое место. Али Вердеев, Абакаров, и бывший директораж, Шаум Циан, Лев Чинкаин, и иначе руководство. Конечно, какая-то помощь должна быть и будет Даг Дизелью. Почему? Потому что он будет тоже возрождаться. Возрождаться будет еще, почему? Потому что то оружие, которое было, всякое оружие, тоже, как им люди, стареют. В этом плане у нас есть большая надежда и уверенность в том, что вот мы, уходящее поколение, должны спросить у себя хорошо, а что жить дальше. Вот мы несколько лет проводим идею создания. То есть, кто придет вам на смену? Да. Детское, юношеское, конструкторское бюро. Сергей Альимович, это вопрос очень бурно, как и полагается, военному человеку. Не только он поддержал, он и сказал, персональные стипендии свои могу установить таким особо одаренным деткам. Я говорил, что детки все одаренные, взрослые не все. Вот поэтому детки по-разному раскрываются, один раньше, другой позже. И вот на днях была встреча, в день учителя была встреча со студентами, я был совершенно ошеломлен. Вот здесь в окном зале собрались, негде было стоять там. Такой интерес сегодня к просветительству, в том числе и военно-патриотическому, объясняется не только тем, что нашу позицию в этом плане явно и письменно, и устно поддерживает в Совете Безопасности, Министерству Обороны, Академии Наук. Вот некоторое такое вдохновение избыточное или там просыпается в каком-то такого неизвестного канала, когда видишь, молодые люди задают вопрос, и это практически больше, чем два часа длилось. И я вспомнил некоторые ворчливости людей моего же возраста, которые говорят, да, сейчас уже не то, ничего подобного, детки есть, которые рвут и мечут, и поэтому я уверен, что вот эта затея связана именно на общественных началах, как только это становится ничего плохого нет в том, что это государство, но и общественное должно быть, общественное подразделение, где директором опытно-конструкторского бюро дети выбираются среди детей, кто сегодня в форме номер один. На днях мы встретились с руководством Министерства образования и науки Яхве Бучаев и Магомед Хабьевич Абитов. Я был вообще приятно удивлен, приятно удивлен и сожалел, что раньше не знал. Мало того, что министром науки стал образованный человек, математик, физик, которому не надо много объяснять, ничего. И вообще во время встречи сходу, слету он понял, что тут обсуждать в таком плане. Я думаю, что среди всех вопросов, которые наше руководство принимает, вот вопрос министра науки и образования точно попали десятку. мы уже начали сотрудничество, начали разрабатывать программу. Я как-то скептически относился к тому, что я говорю, министерство науки, мы уже забыли, что это такое. Он говорит, нет, я вообще на эту работу прошел благодарен. Яхья, Чаева, и то, и все, мы засидели, толковали, и я убедился, что это в самую десятку можно, почему я об этом так как-то не шепотом я говорю, потому что особенного восторга не бывает после назначений. Почему? Потому что политики, вот вы видите, в военно-патриотическом и просветительском деле, вот ученые должны говорить то, что они чувствуют, чиновники говорят то, что они должны говорить. Мы укрепляем наше государство, чиновники тоже это делают, но, естественно, не так, как мы, по-другому, то есть у них есть свои правила, а журналисты эти люди, которые являются посредником между учеными и детьми. Это самое благородное. Много людей, которые блестяще знают свой предмет, но дети могут ввести в заблуждение. Иногда это бывает связано с возрастом, иногда это бывает связано с неспособностью стать одним из тех, кто тебя слушает. Ну, вот вы сказали о Гаврии Корабелке. В этом году можно сказать своеобразный юбилей. 55 лет, как вы собственно закончили ленингарный корреспондентный институт, сейчас это другое название, это Петербург технический московый университет, и вы работаете в этой сфере. Ну, понятно, что те слова, которые вы до этого сказали, о передаче, скажем так, знаний, передаче лиры, научной лиры, в свое время Державин передал лиры Пушкину, с вашей стороны, сейчас надо, чтобы вы, зрелые кораблестроители, зрелые конструкторы, нашли тех молодых, как говорится, ученых, чтобы они получили от вас вот это вот новое напутствие и путь, блестящий путь морской науки. Это совершенно верно. И еще надо учесть, знаете, вот есть такое правило. У нас много учеников в Петербурге, много учеников настоящих. Один мой питомец вообще возглавляет науку, возглавляет науку в концерне подводной оружии, другой занят фильтрами Калман, он считается классный наш дагестанец. Вот. Есть еще совсем молодой, вот должен стать доктором Мурат Чиниев, он занимается искусственным интеллектом. Вот. Корабелка почему еще родная? В Корабелке был выдающийся вот в рамках и Советского Союза, и весь мир его знал генеральный конструктор реакторов подводных Генри Халевич Гасанов. Вот после ухода Юсупова я не мог пробить глухую стену чиновников, чтобы назвали улицу именем этого великого человека. Я учился у него. Он завидовал кафедрой ядерной спецэнергетики. Корабелки. К сожалению, он широко неизвестен публике. Надеюсь, наша передача поможет очередной раз раскрыть. Я был вообще счастлив, когда услышал, что готовится огромный классный проспект имени Генри Халевича Гасанова. И одновременно вот с школой юных конструкторов мы вот этой школе приспособим чтение великого Гена Халевича Гасанова. Он совсем рано умер, 60 лет. Его до сих пор все корабелы России знают. Железный Феликс. Он был человек крайне решительно отстаивающий точку зрения, если для этого понадобится даже собственное здоровье. Но это то время было временем героя. Они создавали, они ковали тот самый щит, который до сих пор мы практически используем и защищаем нашу страну. Дело в том, что в Дагестане именно знаете, вот таких великих людей много. Вот Апашин Даниил Магомевич, конструктор двигателей танков, мы туда ездили, называли школу его именем. Это Илья Львович Варшавский мне говорил, Стечкин точно был у Сталина. Рассказывал, каким образом он задумал подводную лодку, которая может идти до берегов Америки и обратно не всплывая. При этом он говорит, что Стечкин все время держал рядом с собой Апашева. Вот. Но его даже его родственники не знали. Я уж там покопался в черновиках. Почему? Только недавно рассекретили. Ну, только вот потому вот такой можно и не только можно, вообще совершенно великий человек Амир Джабраилович работал вместе с Курчатой. Ядерщик. Да, ядерщик. И его увековечат те масштабы, в которых это сделано в Каспийске, благодаря Каспийчанам, но требуется совсем другое. Вот здесь сделана аудитория. Вот в этой аудитории я почему ленился пойти на ее открытие. Вот эта аудитория названа, но там будет первый висеть Генрих Алиевич Гасанов, Аливер Диев, Амир Джабраилович, Даниил Магомедович Апашев. Вся плеяда это демократический сплав, который был на виду оборонщиков в советское время и сейчас является самым главным фундаментом, чтобы детки выделили в музее России аллеи великих дагестанских военных ученых, сделавшие то-то, то-то. И чтение Генриха Алиевича Гасанова, которые должны быть вечными. Почему? Потому что он не просто в байке рассказывал, а делал. Он был начальником особого конструкторского бюро Балтийского завода, Балтийского КБ, и не мыслил себя без деток. Мы приходили к нему на кафедру спецэнергетики, слушали его лекции. Это брат Готфрида Гасанова, музыкант. Музыкант-композитор. Шмидович, мы уже завершаем нашу беседу. Очень интересные факты, очень интересные люди. Я думаю, что те ученые, дагестанские ученые, которые в силу сферы деятельности были долгое время закрыты. Их творчество и деятельность. На самом деле творчество, научное творчество было широко неизвестно. Но сейчас по тихонку приоткрываются границы, приоткрываются те самые закрытые двери. И будем больше узнавать, больше будем транслировать об этом, чтобы люди знали. и это было определенным таким маяком для тех молодых ученых, которые, опираясь на них, смотря на них, также шли бы вперед и реализовывали свои познания, свои идеи во благо и нашей республики Дагестан, но и всей России. Благодарю за участие в нашей программе. Ну а мы прощаемся с вами. Напоминаю, что в эфире была программа на виду. И говорили мы сегодня конструктором морского оружия, академиком Шамилем Малиевым. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин